девчат всем огромный пламенный привет сегодня у меня очень важный день сегодня наконец-то у нас первый скрининг у нас самые важные главные анализы и наконец-то сегодня нам возможно уже скажет пол единственное что я его не хочу знать муж вообще думает что у меня через неделю только скрининг почему я ему так сказала потому что я хочу устроить сюрприз хочу устроить гендер пати у меня уже все готово уже готовы друзья готовы фотографы но единственное что пока не знаем пол я надеюсь что сегодня это свершится доктора попрошу чтобы он мне приготовил конверт и этот конверт я просто отправлю отвезу фотографу ну что пожелайте мне удачи и ждите новостей девчат ну вот мы заходим уже в известную вами клинику вот она клиника роджер сначала я иду сдавать анализы так здесь я уже не знаю какие анализы не будем сдавать и так мне уже выдали талончик оказывается во-первых все мы помним что у нас анализы сдаются с 7 утра до 11 утра а сейчас у нас 6 вечера узи у меня в 7 вечера и когда я подошла и сказала что у меня анализы и сразу сказали это анализы на ну по первому триместру я сказала да все мне сразу выдали талон которых не существует на экране сказали ну тебя скоро вызовут же вызовут так что ждите у нас всего два человечка перед нами сейчас ну вот это посмотрите фенеляр это двойня мой вес последний день месячных до рождения девчат ну вот посмотрите сейчас очень важный анализ сейчас не все подготовят но я прямо это волнуюсь посмотрите сразу беру 2 очень-очень волнительно легчатно все мне сделали как волнительно сам тест будет готов только 14 числа это как раз у меня прием к гинекологу поэтому ну я все равно его расшифровать не смогу даже если он будет готов раньше я я все равно его не пойму этот тест идет именно на анализы на дауна мне кажется за всю беременность это самый-самый волнительный анализ даже волнительнее чем анализ на беременность а мы с вами пойдем на сам скрининг на сам на само узи и это опять же очень волнительно ну что мы погнали ой сегодня вот это огромная очередь девочки не знаю страна но они разрешают снимать здесь вот здесь мне сейчас делать скрининг посмотрите уже как машет ручкой девчат ну вот я наконец-то и дома дошла до дома с вами немножко поговорить очень жаль что мне не разрешили снимать скрининг потому что во первых что я не могу это показать вам а во-вторых у меня же не было мужа рядом когда я пришла на на узи врач не спросил ты говорит одна я говорю да и она немножко так ну вроде все вдвоем приходят я говорю ну я сниму мужу покажу она говорит нет 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 что вы что ни в коем случае я говорю но у меня уже было четыре узи и везде разрешали снимать она горит нового у них там свои правила у нас тут свои в итоге снимать абсолютно ничего не дали не видео не фотографии поэтому я его слепила это видео из того что было как говорится а сейчас я вам расскажу по про тот сюрприз который я готовлю мужу это как я уже вам уже сказала это вот 14 числа этот план у меня зрел уже давно по-моему я уже где-то оговорилась каком-то видео что я еще до начала беременности знала что буду устраивать вот этот праздник вот это гендер party то есть в чем суть я договорилась с одним другом с очень классным фотографом и суть истории такого своему милому я сказала что я очень хочу фотосессии у нас ни разу не было профессиональных фотосессий и говорю я хочу запечатлеть этот момент момент беременности хотя животика еще не так видно но я говорю я хочу и до и после то есть уже перед родами я хочу устроить еще одну фотосессию и так как у меня были планы поездки в россию у меня самолет был на 17 число но вы уже знаете что его отменили то есть до 17 числа мне нужно было знать сто процентов пол и устроить вот этот праздник потому что потом на весь второй триместр я улетаю в россию о чем я вам уже рассказывала в одном из видео то есть выбора у меня особо не было и когда я пришла к врачу я и говорю ну я и рассказала все о всем празднике которые я подготовила говорю у меня уже собранные друзья нас около 15 человек у меня уже заказан фотограф у меня уже заказаны сладости куплено шампанское в общем все 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 подготовлено единственное не знаем пол малышей ну и врач сказала что ты очень рискованная потому что пол обычно узнают в 20 недель ну хотя бы в 16 17 у меня на этот мин недель 12 половиной недель беременность и она поняла она даже заволновалась что на ней лежит очень большая ответственность то есть она должна узнать пол малышей сегодня и сейчас и я и сразу сказала что мне пожалуйста пол не говорите когда увидите запишите на бумажку я потом эту бумажку возьму и отвезу фотографу когда мы начали смотреть малышей первого она увидела практически сразу она говорит все первое я уже вижу я прям очень порадовалась и второго она очень очень долго смотрела искала и определяла что кто же у нас второй малыш я прям волновалась я очень сильно вспотела я перенервничала думаю ну как так если один будет известен а второй нет ну уже как бы праздник не праздник тогда либо никого не знать либо двух и когда она мне сказала что второго тоже вижу я там просто начала прыгать на этой кушетке вот когда весь скрининг закончился пришли медсестры во первых я им в начале уже начала рассказывать об этом празднике потом пока врач ушла я я там собрала уже пол больницы давай им всем рассказывать об этом празднике одна из медсестер оказалась близняшкой она говорит о это так круто иметь близнеца сестру ну либо в принципе родного брата либо сестру который рожден в один период с тобой мы говорит как одно дерево но с разными ветками и они очень были рады за меня плюс это еще вечерние вечернее время у них уже заканчивался рабочий день поэтому все были такие полу расслаблены и все прибежали слушать мою историю итак эта бумажка поедет точнее уже уехала к фотографу фотосессию мы собираемся очень-очень рано аж в пять утра затем должны подъехать друзья о чем муж абсолютно не знает поэтому это будет огромный сюрприз ему и всем нам потому что именно в этот день мы все узнаем пол малышей пол малышей на данный момент знает только хуан это наш друг фотограф чему я просто очень сильно завидую белой завистью я не знаю как я дотерплю мне даже мама сказала выдержишь ли ты ну подсмотри мама просто у меня уже не может терпеть но нет план есть план сюрприз есть сюрприз и скоро вы увидите сам день и узнаем наконец-то все вместе о наших малышах тоже кто же там у нас осталось всего ничего поэтому поэтому следите за видео кто еще не подписался обязательно подписывайтесь на канал чтобы не пропустить самое важное интересное а сейчас всем прекрасного дня доброго вечера и до встречи adios и а и и и